Всем привет! С вами канал Семейная Ферма Деревенский Блог. В этом видео я вам покажу, как мы с Семеном заботимся о цыплятах, которые только что вылупились. Сейчас Семен покажет, как меняем подстилку для цыплят, потому что процедура эта не самая приятная, но необходимая. Ты не говорил, что я буду! Также увидите, как я съездил к заводчику и купил у него просто цыплят. Кроме всего прочего, вы увидите первые потери, которые произошли у меня у пчел. Один улей по ходу дела слетел. Еще, наверное, глубокой осенью я пытался разобраться, в чем дело. Я не могу понять, как они улетели зимой куда-то. Вон внизу мед, то есть внизу подмор есть, но это совсем мало. То есть полно меда, но нигде нету пчел. Также вы увидите, как я восстанавливаю яйценоскость у кур. Вот они как набросились. Прям на него. Ну и, естественно, покажу всех остальных животных, как у них дела, как они переживают вот такую вот погоду. Поехали! Погода. Сами видите, какая у нас большие холода. Еще постоянно идет снег вдоль речки здесь. И на самой горке уже нет людей. Снег настолько большой, что, видимо, им не очень удобно вообще сюда даже добираться, идти. Вот, посмотрим, что будет в выходные, в грядущие. У нас замерзла река. Это крайне редкое явление, на самом деле. Но с этой стороны, видите, тут очень мелко. Вообще не замерзла. Мост даже такой, весь снегу. Никто не ходит. А здесь вот такая картина. На самом деле, я думаю, что ходить по этому льду все-таки не стоит. Ну, я знаю места, где, наверное, можно пройтись глубокие. Но целиком через речку ходить, я думаю, рановато. Несмотря на холода, все равно стараюсь не оставлять кроликов и коз без веток, без веточного корма. Хотя и собирать его уже становится сложнее. Потому что там по колену в снегу ходишь. Вот, набрал. Я думаю, на пару дней хватит. Уже все в округе, на самом деле, обобрал. Даже то место, которое я обычно все время ездил. Зато каждый раз, конечно, кайфуешь, когда видишь, как они прям набрасываются на эти ветки. И как им очень нравится этот корм. Сейчас днем и ночью баранов с козами держу в одном сарае. Потому что тот у меня достаточно прохладный, холодный. Здесь потеплее. Несмотря на морозы, кстати, я все равно вывожу коз и баранов гулять таким образом. То есть я три раза в день просто кидаю сено им на улицу, вывожу их буквально на 20 минут. И они бегут назад. В общем-то, вся их прогулка. Но мне кажется, это все равно лучше, чем они просто будут стоять в сарае. Обе козы беременны. У одной был выкидыш. Поэтому молока нет вообще. И ни коровьего, получается, нет. Ни козьего. Не могу делать сырые. Уже соскучился по этому занятию. Но вот-вот уже должна родить одна коза. И в марте уже рожает майка. Стараемся ее беречь. Все равно выгуливаем. Тоже ненадолго. Но пузо у нее, конечно, огромное. Вон, бычка за ней не видно. Ждем пополнения. Очень надеюсь, что будет телочка. Но если будет бычок, то тоже не расстроюсь. Ягненочек, который болел, как видите, уже окреп. Я думаю, его жизнь уже ничего не угрожает. Сейчас покажу в эпидомике. У меня тут ЧП. Потому что из одного уля постоянно слышалось жужжание. А из соседнего нет. Я все-таки решил открыть, посмотреть, что там. И увидел такую картину. Тут я уже все разобрал. Потому что я искал пчел. Их просто здесь нет. То есть у меня, получается, они куда-то улетели столь. Вот. Я начал двигать сразу по одной рамке. Просто искать пчел. Потому что их нигде не было. Я фонариком светел. И в результате я вот вынул уже две рамки с медом. То есть мед у них был. Полностью запечатанный мед в рамках. Они просто куда-то улетели. Я не могу понять, как они улетели зимой куда-то. Вон внизу мед. То есть вот внизу подмор есть. Но это совсем мало. То есть полно меда. Но нигде нету пчел. Все рамки полные. На дне лежит вот пчел. Но это совсем мало. Там совсем. Они осенью еще улетели. Хотя странно. Я там до поздней осени практически подкармливал их здесь. И смотрел. Я думаю, уже нет смысла даже особенно закрывать. Я сейчас прикрою. Завтра приду с ящиком и заберу рамки. Потому что здесь уже, я думаю, пчелы не появятся. Придется одну семью либо размножать, либо покупать новую. Вот так вот. Первые потери уже в этом году. Я, ну, ни разу в жизни же не держал пчелы. Они у меня ни разу не зимовали. Вот. Поэтому не знаю. Я очень переживаю. И надеюсь, что все-таки до весны, которые уже скоро уже доживут, хотя бы там оставшиеся семьи. Вот. Но в другие улей я не лазил, потому что, ну, не вижу смысла уже. Если вдруг они уже там умерли, то умерли. Сейчас будет потеплее. Полезу. Здесь просто в домике хотя бы такое закрытое место. Вроде им тут потеплее, мне кажется. Посмотрим. У меня есть дома байковое одеяло старое. Завтра, пожалуй, тоже принесу сюда. Поставлю им, чтобы потеплее было. Но мне кажется, что дело не в холоде было. Потому что иначе бы они умерли внизу, там вывалялись, мне кажется. А так просто нет. Такое ощущение, что они куда-то улетели. Если кто-то из опыта пчеловодов сталкивался с похожей проблемой, напишите в комментариях, пожалуйста. Я просто хочу сам для себя понять, что произошло. Вообще, сейчас вот иду от ульев и понимаю, что нужно купить. Вот медицинский перебор, не помню, как он называется, но наушники, которые доктора носят и слушают кашель. С таким перебором я смогу слушать улей и могу слышать, жужжат там пчелы или нет. Я обязательно это сделаю и приду, послушаю все ульи, чтобы не открывать их и не беспокоить пчел. Принесли Семеном рамки домой для того, чтобы взять сотовый мед. Потому что ясно, что там пчел нет уже в ульях. Вот принесли тару под сотовый мед нашу. Мы на самом деле не рассчитали в этом году и себе меда практически не оставили. Особенно сотового. Но вот сейчас сделаем еще. Семен, ты у нас самый главный любитель меда, скажи пару слов. Мне интересно, вот эта белая штука, она кушается? Это называется, по-моему, забрус. Вот, я ее срезаю и съедаю. Я ее жую. Но тебе, наверное, не понравится. Знаете что? Я вот здесь заметила, если бы так посмотреть, там заполнено медом и похоже, будто там зеркала такие медовые. Это просто не запечатанный мед. Да. А здесь запечатанный. Вот этот мед, вот когда запечатанный, Семен, он может храниться там чуть ли не вечно. Понимаешь? В запечатанном состоянии. Так, ну что, смотри, Семен. Специально я взял поднос для того, чтобы, когда мы будем с тобой резать, мед все равно будет вытекать. Из этой рамки. Так, видишь, мы с тобой порежем и мед останешься в поднос. Можно я порежу? Можно только не этим ножом, я тебе сейчас дам другой нож, более удобнее. Помочь тебе? Кстати, можно сказать нашим подписчикам одну вещь? Ну, говори. Ребята, едите в Судаль, пока не закончилась зима, там горки прям обалденные. Понравилось тебе, да, Пашке тоже понравилось. Ну, просто они очень высокие, еще раздают ватрушки, если... Ну, разве у нас ниже горка? Мне кажется, у нас такая же горка. Нет, там еще с поворотом, там идет, раздают ватрушки, только платно. Это большая медовая пчела. Какая-то... Ну, это немножко кусок пыльцы попался. И Семен решил себе сделать мед со сгущенкой. Что, тебе открыть сгущенку? Да. Сейчас. Будет очень много сахара, ребята, я получу... Можешь сейчас отключить... Мне кажется, что ты... Сахарный диабект. Кортишь мед сгущенкой, ну ладно, на. Я получу сахарный диабект. Не выдумай. Ну, ты перемешай тогда уже. Все, ребята, теперь перемешиваем. Вот как это вылезет, прикольно. Чем мы будем кушать мою... Ну, вы поняли. Стрепню. Стрепню. Это очень вкусно. Только делайте без таких частичек. Просто они во рту мешают. Я понял. Ну да, я понимаю, о чем ты, Семен. Я сам люблю пожевать, а потом приходится выплевывать их. Это кусочки воска. Да, без воска делайте. Просто мед. И... Фу, я поголотил. Ничего, ничего сразу, Семен, не умрешь. У меня за умение. Итак, показываю, как дела в теплице с подогревом. Дела здесь не очень. Дело в том, что пока я болел, я неделю находился в Москве. И, естественно, здесь следили. Но следили не так, как я бы следил. Еще у нас был мороз как раз, минус 25. И вот видно даже, что подмерзло. Хорошо, что спасли батареи, что их не разорвало. Но лук даже, вот, видно, что никакой лук. Крыльячики, кстати, беременные здесь. Сейчас покажу вам горох. Вот так вот выглядит горох. Он, в принципе, нормальный. Но очень маленький. Явно ему не хватает света, сил. Поэтому я решил уже этот эксперимент заканчивать. И сейчас я посажу полностью здесь во всей теплице редиску. Потому что она самая удачная из того, что здесь может находиться в зимний период. Потому что сейчас уже консервировать теплицу поздно. Сейчас уже с марта начну сажать и огурцы, и помидоры здесь. В том году я посадил. У меня тогда все выросло. Но именно в период с ноября по март содержать и вообще обслуживать зимнюю теплицу такого небольшого размера, некоммерческую, считаю абсолютно балостным, нецелесообразным занятием. Я попробовал и понял, что оптимальный вариант это в марте включать и просто собирать ранний урожай. Но не эксплуатировать всю зиму. Это очень сложно. Требует большого количества знаний, умения. Цветам нужно не только тепло, но и правильная вентиляция, правильный свет. И на это уходит очень много времени. Немножко где-то не уследил. Тем более температура у нас постоянно скачет за окном. Автоматику делать очень дорого. А самому где-то не уследил и все. Получается все заново сажать. Два раза я заново уже сажал этой зимой. И уже больше не хочется. Соответственно, как выйдет редиска, я вам покажу, что здесь у меня получилось. Посмотрим все равно на этот горох. Убирать я его не буду. Несмотря на то, что теплица у меня дополнительно утеплена сверху вторым слоем полиэтилена. И там стоит помимо батареи даже резервная вот эта вот печь древяная. Но в минус 30, несмотря на то, что все топилось и все работало на максимум, тепла все равно не хватало. Температура приближалась к нулю градусов внутри теплицы. Естественно, при такой температуре ничего нормально расти не будет. И я понял, что эта теплица идеально работает именно в поздний осенний. И в ранний весенний период. И можно собрать за год два урожая. Но именно в саму зиму ее содержать и что-то там растить не имеет большого смысла. Сейчас Семен покажет, как меняем подстилку для цыплят. Потому что процедура эта не самая приятная, но необходимая. Да, Семен? Это вот за ночь. Вот такая вот история. Ты не говорил, что я буду? Нет, ну как, ну я сказал, что мы будем, но я тебе буду помогать. Так, вот этот цыпленок, который мы перерезали ножки, честно говоря, я вчера ночью думал, что все. Я его там с феном отогревал, потому что он упал в воду и весь промок. Я думал, что все, уже он не выживет. Но я смотрю, действительно, он немножко даже вот ходит. Конечно, не как остальные цыплятки, но может быть и выживет. Все благодаря Семену. Благодаря тебя он живет, это правда. Потому что ты нашел вот этот способ связывания ножек цыплятам, честно говоря. Я даже не подумал, что можно это как-то спасти. Не знаю, что будет в дальнейшем. Но по сравнению с тем, что было вчера, когда он просто валялся отдельно в углу, сейчас он уже со всеми ходит. И самое главное, что он сам доходит до еды и сам доходит до воды. Это самое главное. Вчера же без перчаток брал, Семен. Что ты сегодня вдруг стал, брезговый что ли? Нет, я беру без перчаток, а ну... А, то есть именно ты из-за какашек одел перчатки, да? Это у меня плохо. Я, видимо, наполовину еще городской. Остой. Понятно. Так, посмотри, что там градусник переверни. Какая там температура? Я на компьютере играю даже. Папа сам вынет подстилку. Поменяет растеток. Да это целый подарок! Ну все. На Новый год! Смотрите, уже тут честь. Можно уже туалетную бумагу наложить и... Первый слой сделаем. Второй слой. Смотрите, уже тут. Ушение чисто Это не надо Как-то к нему жить Ужжжжжжжжжжжжг чем семен нравится такой дом csp материал называется сари какое окно больше это мы приехали к заводчику брезгайских кур чтобы купить у него цыплят который он для нас специально выводил курятник тоже из csp симпатично с лиственницей смотрится я первый раз увидел брезгайских кур и в принципе это обычные белые куры на внешний вид местная разница это цвет ног у них и гребешки у петуха они конечно огромные такие гребешки красивые мне очень понравились не надо заходить туда ручку просунул и забрал до перевезли цыплят 24 цыпленка купили и поместили их вот в такой замечательный брудер это конечно гораздо лучше чем держать в коробке в коробке цыплят которые мы держали это было всего первые три дня потому что потом их также сюда принесли в этот брудер и они теперь живут вместе с брезгальскими цыплятами которые я купил очень удачная конструкция и поилка и кормушка для комбикорма ничего не надо так часто убирать как коробки в общем я доволен брудером по поводу яйценоскости кур решил показать что я добавляю это вот такой вот салат витаминный состав у него обычно морковь кабачок лук и картошка сейчас без картошки и вот эта вода вернее это не просто вода это вода с добавлением яблочного уксуса натурального тоже такой дедовский способ который увеличивает яйценоскость там много витаминов плюс еще как обеззараживающее идет получается такая кислая водичка как видите им нравится так не надо пока сюда бежать пока пьем оттуда не переверните молоденькие курочки они вот только занеслись на самом деле им полгода у меня на них большие надежды полностью инкубировал выращивал вот те которые белые я их купил это вот видите их мало уже осталось была большая ошибка все надо самому выращивать либо покупать очень проверенных людей теперь наверно давайте посмотрим как им нравится мой салатик угощение вот они как набросились прям него понятно зимой не хватает витаминов конечно чего у них тут сухой корм этот жду завтра от вас минимум четыре яйца мне на яичницу уже можете все сразу не несись хотя бы 4 яйца мне пожалуйста на завтрак ладно что интересно куры как будто услышав мою просьбу на следующий день медали 6 яиц и до сих пор в принципе несутся конечно не все но уже нехватку яиц я не испытываю птички что-то оголодали концу зимы он и сколько сидит я вот такую полную кормушку же сегодня насыпала тоже 2 просто они все съели я так укутался потому что опять мне надо ехать на отвозить мусор очень много за то время когда я болел накопилось мусора и никто его не вывозил кстати достаточно такая большая проблема вот если вы переезжаете в деревню то обязательно обращайте внимание на то чтобы рядом была мусорка потому что то у нас допустим в деревне мусорки нет есть рядом соседней деревне и на самом деле это достаточно частая большая проблема потому что мусор вы выкидываете достаточно часто и не все об этом думать я выкидывают таких вот пластиковых мешках вот уже снегом закидал там внизу еще есть мусор вот но если вот так вот оставляешь его то могут прийти ночью либо собаки либо даже кошки и разорвать ящик и потом это все собирать вот этот на самом деле уже мы один раз собирали поэтому обращайте внимание чтобы мусорка все-таки была рядом это тоже важно и Ну на этом на сегодня все. Всем пока. Подписывайтесь на канал и до встречи в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok